Ребята, всем привет! Меня зовут Нина, добро пожаловать на мой канал! Сегодня я снова с вами, и сегодня мы пришли в магазин Каролина для того, чтобы раскрыть такую важную тему, как же выбрать свои идеальные стрипы, что это за обувь такая, и все покажу вам на примере, здесь большой выбор, и поэтому давайте скорее начинать! Итак, что же такое стрипы? Что это за танцевальная обувь такая? Это профессиональная обувь для танцев, для таких направлений, как фреймап стрип, полдэнс и стрип пластика. Также их иногда используют в каких-то смешанных направлениях, допустим, walk runway часто в них ходят, либо это может быть go-go для какой-то небольшой платформы. Итак, немножко поговорим о высоте каблука для данной модели. Высота каблука может быть абсолютно разная, начиная от 15 см, заканчивая 25 см. Давайте покажу вам несколько вариантов. Первая минимальная высота это 0,5 см, то есть самая-самая маленькая платформа, видите, она практически для многих как повседневная. Дальше мы идем по возрастанию и следующее, уже такая более ощутимая, это единички. Посмотрите, вот у них платформа 4,5 см и каблучок 15 см. Следующее, как несложно догадаться, это двоечки. Двоечки у нас уже вот с такой вот платформой и вот с таким каблуком. Все параметры в сантиметрах я оставлю внизу в описании, можете посмотреть четко в сантиметрах, в сантиметрах высоту. Следующий вариант это у нас тройки. Вот такая вот у них платформа и высота каблука. И дальше следующий вариант это уже четверки и пятерки, то есть еще выше каблучок, еще выше платформы. Давайте расскажу, как лучше выбрать свою идеальную высоту. Если вы занимаетесь направлением фреймап, то для начала самый идеальный вариант это двойки. Вот, еще раз покажу, двойки. Да, такая высота. Когда своим девчонкам, которые приходят ко мне на тренировки, я говорю, что идеальная высота для старта это двойки, они очень часто пугаются, потому что для обычных, для обычного человека, не танцора, это максимально высокий каблук. И начинают говорить о том, что я не хожу в обычной жизни на каблуках, это вообще для меня сумасшедшая высота. Но на самом деле они очень удобные, так множество движений на полу делаются именно за счет вот этой платформы. Мы используем при работе с полом скосы, с натянутым носочком. Это очень удобно, это действительно намного удобнее, потому что вы защищаете свои пальцы за счет платформы, за счет закрытого мыса. И это выглядит красиво, это является неотъемлемой частью стиля. У меня часто под видео, под роликами пишут, оставляют такие комментарии, что все супер, танец класс, но вот эти ваши туфли, вот эти ваши копыта, без них было бы идеально классно. Но на самом деле эти туфли это неотъемлемая часть направления, просто без них часть, как я уже сказала, движений сделать неудобно, невозможно. И поэтому обязательно, обязательно их нужно использовать. Поэтому, когда мы приходим, начинаем учиться, мы используем двоечки. Ну, для любителей тоже двойки подойдут, то есть двойки такая отличная, идеальная высота. И дальше для тех, кто уже занимался, у кого уже есть опыт в танцевальном направлении, фреймап, мы уже можем переходить на высоту тройки. Тройки у нас очень красиво тоже смотрятся. Вот такая бежевая модель вообще является просто топовой, потому что отлично она красиво сливается с вашей кожей, удлиняет ножку и выглядит вообще очень классно, добавляет элегантности движения. Вот, тройки тоже очень удобная высота к ним, на самом деле быстро привыкаешь. То есть, если ты переходишь из двоек на тройки, то там первые парочку занятий, у тебя будет такие ощущения, да, что тебе нужно перестроиться, так как у тебя появилась дополнительная высота. Но очень быстро к ней привыкаешь и все становится удобно и классно. Если вы занимаетесь направлением полдэнс, либо, допустим, стрипластикой, то вы можете выбрать варианты также двойки или тройки, или ниже, или выше. То есть, вообще, абсолютно весь спектр, да, от самого низкого каблука до самого высокого каблука вам доступен. Если вы выбираете какие-то более высокие варианты, тройки, четверки, пятерки, то, допустим, при работе с пилоном у вас больше устойчивости, потому что вы можете где-то поддержаться рукой за него, да, если вы встали на ноги. И поэтому четверки, пятерки тоже можно брать, можно использовать. Они, конечно, смотрятся уже как какой-то арт-объект, очень красиво, стильно. И поэтому выбирайте по своему уровню и то, что вам нравится. Выделяю два вида стрипов. Первый это в виде вот таких ботиночек, ботильон. И второй это в виде туфель, либо босоножки, их еще можно назвать. Сейчас мы с вами обсудим плюсы и минусы каждого варианта, я расскажу и поделюсь своим опытом. Первое, с чего мы начнем, это туфли. Они являются более облегченным как физически, так и внешним вариантом, то есть у них видна часть вашей стопы, красиво, женственно. И поэтому в них проще тянет носок. В этом их огромный плюс для начинающих. Изначально я всегда советовала именно такой вид стрипов покупать для тех, кто только начинает свое знакомство. Потому что вы можете в них отлично научиться тянуть носочек, тянуть взъем. И у себя это контролировать лучше в процессе вашего танца. Потому что вы сразу видите свою стопу. Также вариант в том, что... Их плюс в том, что по подаче они классно подходят к каким-то чувственным, лиричным, секси-хореографиям. И поэтому в них вот что-то такое лиричное, танцевать тоже выглядит очень органично и красиво. И следующий, третий вариант в том, что они в принципе такие легкие, у них не очень много ремешков. Не то, что не очень много ремешков, а в целом стопа находится на проветриваемом состоянии, в таком состоянии проветривания. И поэтому в них не так душно, не так жарко. И можно долго тренироваться, и будет все комфортно. Какие же минусы есть в таком варианте? Минус в том, что у них открыта часть, которая являлась только что плюсом. Но когда вы используете какие-то движения на полу и садитесь, допустим, сверху на свою ногу, то у вас вот эта часть открытая, взъем, бывает именно давление механическое между полом и стопой. Вот здесь, конечно, можно иногда одевать носок, например, тренироваться с носком. Тоже такой отличный вариант, но имейте в виду. Но все-таки я считаю, что именно такой вариант туфель, он отлично, отличный для старта, для начала. Тоже туфли есть разного вида, разные, у них есть разные ремешки. Вот есть, допустим, варианты самые распространенные, когда два ремешка, то есть один у пальчиков, и второй вот здесь держит саму стопу. И также есть варианты с вот таким вот плетением. Их вообще очень много разных, то есть здесь переплетение более плотное в районе пальчиков, и переплетается на стопе. Есть вот такой вариант, который я держу, то есть у них переплетается голенище, и накрест переплетается сама стопа. И вот еще тоже вариант, здесь без ремешков отдельно, а сразу ваша стопа погружается в туфельку. И тоже вот он отлично держит вашу стопу, то есть даже если вы хорошо тянете носочек, у вас вся стопа будет на месте, и больше прилегания, это очень удобно. А теперь поговорим с вами про ботинки, про ботильоны. Какие есть варианты? Смотрите, первый вариант, это открытый носик, либо закрытый нос. У меня был и тот, и тот вариант, на самом деле в носке нет огромной какой-то разницы, но возможно при открытом носике, чуть больше проветривания идет в зоне пальцев, и немножко более свободно они там ощущаются, чем в закрытом носе. Хотя если вы выбрали хорошо, правильный размер подобрали, то у вас и при таком варианте не будет ничего давить, будет все комфортно. Дальше, следующее отличие, это в некоторых моделях есть вот такие вот крючки, посмотрите, а в некоторых моделях их нет. Допустим, вот вариант без крючков. Здесь тоже в носке огромного какого-то принципиального различия не будет, но без крючков модель немного более удобная, потому что если вы используете движения, при которых у вас идет опора на как раз вот на эту часть, на эту зону между вами и полом идет контакт, то вариант без крючков он более удобный, потому что вы не давите металлическими крючками на свою кожу, на свою ножку, и поэтому более комфортен этот вариант. Какие же вообще плюсы в модели, в таком виде модели? Во-первых, первый и самый главный плюс это то, что эта часть у вас закрыта. Соответственно, когда вы контактируете с полом, ваша кожа, ваши взъемы, они не страдают, они никак не стираются, и это их главный и большой плюс. Второй плюс в том, что у них сверху голеностоп зафиксирован. Соответственно, при каких-то положениях, когда вы используете мысы, когда у вас есть скорость, когда вы делаете какие-то упоры слишком сильные на взъем, этот вариант очень классный. Я прикреплю, может быть, в видео где-то движений определенных, при которых стрипы такого вида просто must have. Я, наоборот, всегда использую стрипы и ботинки для мастер-классов. То есть, если я иду на чьи-то мастер-классы, я всегда беру с собой именно такие ботинки, потому что, во-первых, это скорость запоминания, скорость исполнения обычно на мастер-классах, плюс часто я не знаю, какие будут движения, и поэтому, чтобы перестраховаться, я беру такой вот вариант, когда я не буду переживать за то, что обдерется мой взъем или нет в процессе, и мне будет удобно и комфортно запоминать. Но, допустим, туфли я использую часто именно для своих хореографий, потому что я люблю подачу женственную, чувственную, лиричную часто, поэтому мне нравится, как нога выглядит именно в бежевых туфельках, поэтому здесь вопрос вкуса. И последнее еще по ботинкам, это тот момент, что они отличаются еще по высоте. Вот смотрите, вариант более низкого голенища, это уже вариант более высокого, до такого среднего, и есть вообще супер-мега высокие, такие прям сапожки, и вообще бывают даже варианты в виде сапог и в виде ботфортов, то есть вот это голенища может быть абсолютно разной длины. Ну, здесь уже такой вопрос просто, что вам нравится. Пару слов о том, как выбрать идеальные стрипы. Ребята, когда вы выбираете стрипы, ваша стелька должна быть ровно по вашей ножке, то есть не берите на размер меньше, потому что ваши пальцы не должны свисать, и ваша пятка тоже не должна провисать, это будет неудобно для вас. Поэтому мы берем свою стельку размер в размер, но сами ремешки должны сидеть плотно. Проверяйте, чтобы они плотно прилегали к вашей ноге, потому что в процессе носки ремешки немного растягиваются. Это вот именно касается туфелек. Потому что в ботинках вы можете просто перешнуровать, да, то есть здесь никаких проблем с растяжением нет, вы просто выбираете четко свой размер по стельке. А именно, когда вы выбираете такой вариант, как туфельки, выбираем четко по стельке свой размер, и ремешки сидящие плотно, с учетом небольшого растяжения при носке. Следующий момент, который бы хотелось с вами обсудить, это производитель. Производителей стрипов не так много, это довольно-таки узкая сфера. И вот сейчас я в руках держу два самых известных представителя. Первый это бренд Pleasure. Посмотрите, я думаю, кто интересовался этим, вообще этой темой стрипов, то 100% встречали этого производителя. Это американский производитель. У них огромнейшая линейка, различные модели, и ботинки, и туфли с различной высотой. Это бренд, который все знают. Он очень классный, очень удобный. Мне очень нравятся модели этого бренда. У меня их было много. Они очень в носке комфортные. Второй производитель, тоже сейчас популярный. Это бренд High Heels. Это уже наш русский производитель. У них тоже большая линейка, у них тоже много моделей, и туфли, и ботинки, и чего только нет. Тоже удобная колодка. И они тоже классные в носке, стойкие, износостойкие. Поэтому тоже могу их смело вам посоветовать. И еще один производитель, он сейчас менее уже популярен становится. Это Echo Hollywood. Ну вот, может быть, девчонки, кто занимается полдэнсом, его лучше знают. Но вот во фреймапе он прям редко используется. Это вот тоже одна из их моделей. У них производство в России сейчас, но производство из импортных материалов. Следующий очень важный момент, это материал, с которого произведена пара. Есть несколько видов. Первый, это замша. Такой классный вариант для тех, кто только начинает, либо у кого широкая стопа, потому что он очень мягенький, удобный. Второй вариант, это классика. Это вот такая эко-кожа. Либо бывают материалы, модели из натуральной кожи, либо из искусственной. И еще один вариант, это лак. Различный материал может быть и на ботинках, и на туфельках, то есть вне зависимости от модели. Часто вопрос, который мне задают, как же выбрать пару, чтобы она прослужила максимально долго, так как стрипы это не дешевое удовольствие, это все-таки профессиональная обувь. Хочется купить пару, чтобы она вам прослужила долго. Здесь на самом деле общего такого рецепта нет. Возможно, немного менее износостойких будет лак, потому что он чуть поплотнее, и стирается он, по моим наблюдениям, чуть дольше, чем все остальное. Но не в таком глобальном смысле дольше. То есть, если вам нравится очень замша, и вы думаете, что взять, и брать ее или нет, из-за того, что она чуть меньше, чуть быстрее сотрется, берите то, что вам нравится, потому что разницы особой нет. Движения, которые мы используем на полу, предполагают постоянное взаимодействие вашей обуви и пола. Поэтому в любом случае стираться и износ будет у любой пары. Поэтому производители придумали такую вещь, как защита для стрипов. Это то, что действительно поможет вам уберечь вашу пару. Я вам покажу два варианта. Вот в Carolina Shop есть два классных варианта. Первый – это такая, назовем, макси-защита. Посмотрите, это полностью наш ботиночек, который мы защищаем. Вот таким вот чехлом. Можно выбрать идеально в тон, можно выбрать что-то контрастное. Ну, в тон, наверное, будет лучше смотреться. Мы выбрали немножко неподходящие по гамме, для того, чтобы на камере вам было видно. Вот такой вариант, который полностью защищает вообще всю вашу пару обуви. То есть вы можете, допустим, тренироваться в этой защите и затем для какого-то выступления или чемпионата ее снять, и ваши стрипы будут в классном состоянии, как новенькие, и вам не нужно покупать дополнительную пару. Одну для выступлений, вторую для тренировок. И второй вариант, который такой самый, наверное, часто распространенный, это вот такая защита, более маленькая, коротенькая. Отличный тоже вариант, потому что в основном всегда стираются как раз вот эти места, места платформы и вот этот носик, когда мы взаимодействуем с полом. Поэтому это тоже классный вариант, защищает вашу стопу, защищает ваш стрип, да, как раз, кстати, у кого здесь открытый пальчик, да, можно его будет закрыть вот этой вот защитой. И тоже защита классно бережет ваши стрипы, подготовит вас к выступлению и сама будет готова к вашему выступлению. Поэтому защиту можно брать, можно использовать, можно подобрать идеально в тон. И, допустим, на черных вот ботильонах черная защита замшевая, да, вот такая вот, ее вообще будет абсолютно не видно, она будет стираться. Ну вот у ботиночек, у которых прям черная платформа, допустим, вот такой вариант. Если на них одеть черную защиту, это будет, в принципе, практически незаметно, будет выглядеть как единое целое и убережет вашу пару. Ребят, ну вот и все, что я хотела рассказать вам в этом видео про стрипы, все, что знаю сама. Когда я снимала последний раз видео про обувь для Хайхиллс, вы просили внизу в комментариях рассказать все про стрипы. И вот это видео уже на канале. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если было интересно. Обязательно нажимайте на колокольчик, для того, чтобы не пропускать новые интересные и полезные видео. И пишите внизу в комментариях, какая же пара стрипов идеальна для вас, какие для вас более удобные, износостойкие. Поделитесь своим мнением. Пускай мы здесь соберем большую базу отзывов. И девчонки и мальчишки, которые выбирают себе новую пару, прочитают, выберут самую лучшую пару для себя. Все, хорошего дня, прекрасного настроения. И увидимся с вами в новых роликах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok